Добрый вечер дорогие телезрители, понедельник 19.45 в эфире национального телевидения. Программа «Не пропусти главного». Сегодня с вами я, Дмитрий Аргунов, с непривычной для меня папочкой в руке, поскольку тема у нас сегодня очень и очень серьезная. На минувшей неделе состоялось знаменательное событие в политической жизни страны, послание президента страны, детали которого мы бы хотели сегодня обговорить с нашей компетентной, уважаемой многочисленной аудиторией. Итак, мы начинаем. Ну, информационные ленты делали такие дайджесты наиболее эффектных, скажем так, выражений из обязательного события политической жизни страны, коим является послание президента. Но хотелось бы заострить внимание на тех моментах, которые актуальны для каждого региона, поскольку мы являемся таким же неотемлемым субъектом Российской Федерации. Но у нас есть какие-то локализованные, можно сказать, особенности, которые созвучны все же тому основному документу, который мы сегодня разбираем. И на моментах хотелось бы остановиться поподробнее. Вот насчет глубины и фундаментальности, и о важности сохранения ООН и отечественного образования говорил президент страны. И я просто хотел бы такими камео, что ли, может быть, некие такие параллели делать с посланием главы, которое прозвучало чуть раньше, в котором он останавливался ровно на тех же моментах. И во многом все эти вещи, которые являются отголоском такого глобального тренда в жизни страны, они созвучны. Вот еще раз. Глубина и фундаментальность отечественного образования. Ну, культура исследовательских, инженерные мысли и так далее, и так далее. Все то, что мы услышали, с этим же также созвучно. И повышение, самое главное, финансирование науки, да, и разработка таких направлений, которые являются передовыми на текущем этапе. Это IT и так далее, и так далее. Все это вот в этом одном аспекте. Ну, давайте, Александр Ильич, вас как представители теоретической науки, наверное. Да, действительно. Значит, у нас не только теоретическая наука, у меня основе деятельности и образования сегодня. И поэтому, безусловно, что в этом послании прозвучала тема о том, что наука должна прийти в школы. Более основательно. Вот, речь идет, если говорить об образовании, то речь идет все не больше. Мы говорим о сквозной системе образования, начиная со школы, через вузы и кончая непрерывным образованием уже взрослых людей, которые работают. Поэтому эта тема прозвучала нам очень близко, и мы в этом направлении сегодня движемся. Вот, но вот то, что сегодня акценты расставлены, на что больше всего обратить внимание, то это вот как раз для этого. Послание для нас – это тот документ, который нам как бы дает в руки путеводную нечто, по которой следует идти. Вот, образование – очень сложный вопрос у нас со школами сегодня. Значит, у нас есть общая тенденция такая и стремление перейти к односменной учебе в школах. Вот, вопрос очень непростой, особенно для нас, даже для города Якутска. Это проблема очень большая, потому что сегодня мы не сможем в ближайшее время однозначно перейти на односменную учебу. Но, тем не менее, задача стоит. Ну, более того, он еще, президент сказал о том, что он где-то еще и трехсменный даже есть в образовательной процессе в школах. Вот это все, значит, нужно нам теперь как-то привести в более эффективную форму и более продуктивную форму. Но победная реляция, конкретно по данному направлению, о том, что работа ведется в данном направлении, и так далее, уже звучит. Значит, работа велась уже, можно сказать. Работа ведется хорошо, когда она видна, результаты видны. Тогда можно сказать, что она ведется. Но, действительно, думают многие, считают многие. В стратегии разрабатывать стратегию города мы тоже продумывали вопрос о том, как перейти на односменную. Но, оказывается, у нас даже в городе места мало для строительства школ. Вот, поэтому здесь вопрос такой, что победная реляция победными, но процесс, он непростой очень идет. Поэтому, не случайно, видимо, и в послание президента он попал. Ну, кстати говоря, эта тема у нас звучала и в послании нашего главы республики Егоровича Борисова. Вот, он тоже этих же вопросов касался. Так что, это общая тема, и она понятна. То, что в послании сказано, понятно по всем пунктам для нас. У Владимира Владимировича прозвучало развитие даже детских технопарков. У нас есть вполне взрослые, дееспособные, скажем так, претендующие на много технопарков. И вообще, данное направление о том, что к повышению качества образования должны подключаться и более классические какие-то институты. Безусловно. Наши поколения, мы вообще вышли все из дворца пионеров, из технических кружков. И поэтому техническая интеллигенция в 60-е годы, она была готова для того, чтобы сформироваться из этих вот пацанов, которые с 50-х годов в этих кружках занимались. Вот, потом, когда дворцы пионеров у нас исчезли, сегодня у нас дома детства, но там техническая как-то меньше присутствует направленность такая. А нам сегодня просто, ну, как говорится, по зарезу просто нужны технари, инженеры, которые могли бы двигать прогресс, ну, и инновациями заниматься. И, кстати говоря, вот прошедший сейчас съезд инженеров у нас в республике, он показал, что, в общем, большой дефицит есть инженерных кадров, таких, которые реально могут что-то предлагать и двигать вперед. Ну, значит, в свое время просто делался акцент, скажем так, все больше в сторону юристов, управленцев и так далее. Да нет, на самом деле нет. Теперь не по динамике? Если мы хотим иметь своих технари, то мы должны их воспитывать. Ну, пожалуйста, у нас Михаил Петрович, он, наверное, больше об этом скажет. Он же технари, самый настоящий. Да, образовательная система и наука, это, конечно, взаимодополняющие, взаимосвязанные системы. Поэтому мне было очень приятно, что глава страны отметил, что развитие фундаментальной науки как раз вот основывается на тех вот принципах развития и образования. И вот примеры Якутского научного центра, вот я подтверждаю, вот Александр Андреевич говорил про дворца, про дворец пионеров. Но есть еще и еще тогда вот советское время была Малая Академия Наук. Сегодня она возродилась, прекрасно работает. И именно вот эта вот связь не должна прерываться. Мы со школьных скамей, спарт, потом студенчества, и должны воспитывать вот специалистов, которые придут в науку. Только такая связь, если будет прекрасный учитель, который воспитывает ученика своего, и который потом вырастет известного ученого. Только на такой взаимосвязанной системе можно подготовить успешного специалиста. О том, что науке не хватает господдержки, говорили последние, скажем, о реформе вот этой научной системы науки в целом, для многих это было больным местом, можно сказать. Да, это, ну, многие, конечно, знаете, что реформа Российской Академии Наук всех государственных академий продолжается три года. И процесс очень болезненный, сложный, и только вот согласованными действиями именно Российской Академии Наук, ФАНО России, которая курирует институты, правительств регионов, краев, вот они обязательно должны включаться вот в этот процесс. Только вот согласованные действия могут привести к тем правильным решениям, когда вот, как Владимир Владимирович говорил, что когда есть и сильный коллектив, и недостаточный сильный коллектив, а все размазывается там тонким слоем. Так, в принципе, и не должно. То есть не растекаясь на секвадриводы. Хорошо. Давайте мы немножко зафорсируем наше обсуждение. Второй вопрос, на котором хотелось бы, у нас заканчивается год благоустройства. В 2016 год республика был объявлен годом благоустройства. В послании Владимира Владимировича прозвучал прогноз о том, что в следующем году порядка 20 миллиардов будут направлены в регионы для повышения уровня комфортности проживания, среды проживания. Он попросил, кстати, представителей Народного фронта поактивнее участвовать в данном процессе, чтобы обеспечить надлежащий контроль и о том, чтобы люди поактивнее вовлекались в дело того, что не только обсуждение, а прямо своими руками, трудом своим вовлекались в данное дело. Самое главное, что мы считаем, что это прямое поручение Народному фронту от нашего лидера, потому что мы также будем продолжать мониторить майские указы и все указы президента. Сейчас новые поручения, которые вышли из нашей встречи, из нашего форума, где мы встречались с Владимиром Владимировичем, были обозначены проблемы, которые в регионах есть, которые острые. И эти проблемы, услышав их, вышли из этих обсуждений наших рабочих групп и вышло поручение. Мы считаем, что главное, чтобы не только эти 20 миллиардов, но есть и большие суммы, которые нужно прослеживать эффективность их использования. Самое главное, чтобы деньги уходили и тратились на те места, на те проблемные точки, которые очень важны для общества. И самое главное, чтобы это был эффект. То есть не ради освоения денег, как Владимир Владимирович говорил, а вот захотели куда-то, придумали что-то, лишь бы только освоить деньги. А там хоть трава не расти потом. Там проводились у нас примеры на форуме. Конечно же, мы сейчас не застряем внимание только на каких-то данных фактах, потому что особое внимание будет у экологии в целом. Мы не будем делить сейчас благоустройство. Все это среда обитания человека и самое главное на экологию. Ну, я должен сказать, что у нас вот такие проекты, как за честные закупки, где Владимир Владимирович сам подтвердил, что более 220 миллиардов народный фронт отменил сомнительные закупки. То есть сделал поправки. Ну давайте мы к коррупции вернемся чуть попозже. Коррупция это рядом все из эффективности. Нет, поскольку мы коснулись экологии, представитель партии «Зеленого». Год экологии будет следующий год. И вот эта тема была обозначена и в послании нашего главы, и в послании президента. И упор основной сделан на систему. С того года у нас будет новая система обращения с твердыми отходами. И это прозвучало в обоих посланиях. Должен быть установлен так называемый оригинальный оператор. Ну все знаем, что экология начинается как бы из дома, и со двора, и так далее. Тут, конечно, причастны и самосознания всей нашей общественности. Это мы по экологическому воспитанию. Ну и послание нашего главы республики еще прозвучало, так как республика наша сейчас быстро, интенсивно развивается. Это необходимость установления твердых стандартов предприятиям, которые приходят в республику с инвестиционными проектами и так далее. То есть какие-то экологические требования, чтобы у них был вклад в нашу экологию, у всех предприятий были какие-то экологические программы, чтобы как-то уменьшить именно ранимость нашей северной природы. Хорошо. И к остальным вопросам посланий, которые не менее важны, не менее значимы, мы вернемся сразу после рекламной паузы, которая вот прямо сейчас на канале НВК СХ. И отдельной строкой руководитель страны, лидер нашей страны отметил необходимость устойчивого развития высокотехнологичных, в том числе отраслей здравоохранения. Вообще в целом более гуманным подходом к проблемам здравоохранения в плане и повышения квалификации медицинских сотрудников и более душевного подхода. То есть ни для кого не секрет, скажем, что АСКА вот этот условно платный или, скажем так, какой-то, я бы допустил термин шейервер какой-то, да, условно какой-то сохранившейся системы, которая трансформировалась из прошедшей советской бесплатной медицины, ну, оно не устраивает ровным счетом никого. И для того, чтобы страна все-таки воспряла в этом направлении на ноги, а, все-таки это развитие высокотехнологичных отраслей, и, б, это повышение квалификации. Ведь не секрет, говорит Владимир Владимирович, что зачастую вот есть медицинское учреждение, где техническое оснащение, ну, как бы, прям на европейском уровне, и при этом, да, просто элементарно не хватает квалификации. Есть такое. Ну, это проблема по здравоохранению и высокотехнологичному здравоохранению для нашей республики, это проблема, ну, чрезвычайно актуальная. При наших расстояниях, при разбросанности поселков, когда мы не можем организовать нормальное медицинское обслуживание населения, это довольно плохо, наверное, сказывается на состоянии в целом здоровья нашей республики. Вот, поэтому сегодня, когда мы говорим об этом, при современных системах информационных, совершенно, я думаю, сегодня можно без сложности организовать мониторинг здоровья каждого человека, который проживает на территории республики. Сегодня собрать банки данных о состоянии здоровья всех жителей республики, сегодня это можно сделать. Это значит, что уже можно проводить профилактическую работу, это информационная система. Но кроме того, дистанционная диагностика заболеваний, дистанционный анализ и осмотр, и дистанционная консультация, это совершенно сегодня в мире уже существует, и особенно в северных странах, и в Норвегии, и на Аляске, и в Канаде. Эти системы уже давно работают, и нам надо сейчас уже их догонять, просто оснащать правильным оборудованием. Ну, безусловно, это за собой повлечет, и даже в сопережающем, видимо, плане, это подготовка кадров, кто может работать на этом оборудовании. Ну, я летал по северу Америки и видел там, как работают вот эти, они и не врачи, они и не медсестры наши. Ну, их называют парамедики, да, а это больше техники. Они подключают человека к аппаратуре, через пять минут уже получают обратную связь, что с этим человеком делать. Вот поэтому вот такую систему, безусловно, для нас это чрезвычайно важно, и мы недавно на одном из круглых столов наших, в Народном фронте обсуждали эту тему в рамках республики. Ну, довольно интересный и большой материал был представлен там, в каком состоянии у нас сегодня находится система, ну, это только начало движения, на самом деле. Да, проецируйте, конечно, на республику. Сейчас вспомнил случай, мы сейчас говорим, понятно, можно говорить о медицине. Летом этого года я был в Мирном, я уже говорил не раз об этом, я встречался с главным врачом Мирницкой районной поликлиники, и у них возле поликлиники стоит шикарный дом большой, 15-этажный, 12-этажный, и он говорит, еще там 13 или 15 квартир свободных. То есть мы сейчас говорим даже не про районы, а отдаленные, да, улусы, там нет кадров, чтобы работать, не хотят ехать в мирный, чистый, хороший город. Мы сейчас говорим о том, что все, что говорил сейчас в послании глава, это все относится к нам, к нашей республике, все практически на 100%, что у нас, что ни коснись, везде во всем эта проблема. И то, что сегодня у нас большая республика, и нет, не созданы условия в качестве зарплаты, зачем человеку получать 70 тысяч, вроде хорошая зарплата медику, когда он может получать гораздо больше на материке, так называемом, да, и работать там в тепле, в шаговой доступности к морям и всему остальному, чем там, в том же Мирном. Вот и все. Тем не менее, факт остается фактом. Медом создаются условия для персонала, скажем так. Создаются, да. А, да, создаются. Учуждение здравоохранения. Да, создаются. Но они говорят, что не хотят туда ехать. Так какие надо создать условия, чтобы ехали в поселки там, в отдаленные, чтобы чем заманить? Только деньгами, хорошей квартирой. Перебивать больше. Я, кстати, скажу больше. Вот буквально сегодня, завтра идут курсы по дистанционным кардиомониторам, которые отдаленные арктические, в том числе, потому что зона Арктики, все-таки зона особого внимания, проходит в национальном центре медицины. Все-таки телемедицине двигаются какие-то шаги. И очень хорошо, что помимо государственных программ, которые в указах августовских были отмечены, подключаются еще и в небюджетно различного рода структуры, которые работают для оснащения вот таких центральных районных больниц. И прежде всего, конечно, еще должна идти речь о повышении уровня санавиации, поскольку спасти человека одного отдельного. Это совершенно точно, потому что санавиация, для нашего поколения это вполне такое нормальное явление санавиации. Сегодня, чтобы заказать вертолет и сегодня самолет, это уже большая сложность сегодня. Но дело в том, что действительно это все должно сопровождаться, одновременно идти в одной системе. Потому что одно дело провести диагностику и сказать, что сейчас вам посылаем самолет и вывезем его у вашего больного. А если самолета нет, значит, этот человек должен как-то на месте решить вопрос. Иногда очень сложные вопросы бывают. Но у нашей республики полна влажными такими событиями, случаями, иногда занятными, иногда очень тяжелыми, трагичными, когда мы не можем соединить поселки и обеспечить их нормальной авиацией. Нам отрадно, конечно, что прозвучало наконец-то из уст первого лица страны, что такие проблемы есть, что их нужно решать. И решать нужно на надлежащем качественном уровне. Давайте перейдем к предпринимательскому климату, к улучшению. Вот хватит кошмарить бизнес. Сколько раз это звучало, да? Звучало. Ну, наконец-то, вроде бы доходит до реальных каких-то шагов. То есть обсуждается уже снижение налоговой ставки и различные другие условия, которые помогут улучшить вот этот так называемый климат предпринимательства, административные барьеры снижения. Опять же, поле непаханное для таких структур, как общероссийский народный фронт. И в этом отношении у нас в республике тоже прозвучало снижение упрощенной системы налоговложения чуть раньше. Мы, кстати, на форуме, перед тем, как на форум поехали, мы очень честно контакт держим с опорой России, с предпринимателями, консультируемся. У нас вся работа построена на экспертов. И главный вопрос, который я там опять же поднимал, это тарифов. Потому что тарифы нас очень волнуют, особенно в энергетике. Если будут, как обещали нам, как этот вопрос ставили мы перед Владимиром Владимировичем, он обещал, что дал поручение, точнее, чтобы разработали меры по уравниванию тарифов со среднероссийскими. Поэтому этот вопрос очень важен для нашего региона, для экономики. Да, да, да. То, что у нас существует. В том числе и для инвестиций. А без инвестиций развитие, особенно предпринимателей, очень сложно в республике. Поэтому это одна из мер, которые очень важны. Но, кроме того, это, конечно же, профориентация для промышленности. Сейчас мы на Куглом столе тоже в Народном фронте рассматривали этот вопрос. Было много дельных предложений. Что касается предпринимательства, все-таки особое внимание еще уделяет банковская система. Анатолий, готовы ли региональные банки к поддержке предпринимательства путем упрощения каких-то создания дополнительных льготных условий? Мы считаем, что на текущий момент программы поддержки малого и среднего предпринимательства, созданные на федеральном уровне, это программы корпораций МСП, МСП банка, они в целом соответствуют духу поддержки предпринимательства. Поскольку уровень процентов ставок, который они предлагают, находится на уровне 10-11 годовых, что на текущий момент в целом является очень неплохим с учетом ставки рефинансирования 10% и инфляции 6%. С другой стороны, вопрос о достаточности этих средств. На текущий момент, приведу наш пример, то, что мы, к примеру, занимаем порядка 30% республиканского рынка кредитования малого и среднего предпринимательства, но только на где-то 20% будем обеспечены вот этим льготным фондированием для поддержки. Понятно, что в текущих сложных экономических ситуациях предпринимателям сложно оплачивать повышенные проценты ставки. Выше 16-18 годовых для предпринимателя очень сложно. Ниже этой ставки банки не могут, к примеру, выдавать кредиты, поскольку очень высокая стоимость фондирования. Сейчас ставки по вкладам 8-9 годовых, и вот эта процентная маржа, она все сокращается. Поэтому мы видим именно в том, что необходимо расширение через специальный федеральный финансовый институт развития поддержку малого предпринимательства. То есть денег не хватает, дайте побольше денег под более льготные условия, тогда и будет счастье предпринимателем. Но счастье предпринимательства не только в деньгах зависит. Там вопросы и финансовой грамотности, и другие еще административные барьеры. Поэтому мы, как банк, со своей стороны, ту миссию по поддержке малого и среднего предпринимательства выполняем, поскольку мы за последние 3-4-5 лет не снижаем объем кредитования. А федеральные банки, к примеру, они последовательно на протяжении 3-х лет сокращают. Это большой вопрос. Именно поэтому глава, руководитель страны, наверное, отметил конкретно роль региональных банков, которые работают в конкретных регионах власти. Все-таки вот по IT, это тоже создание льготных условий для предпринимательства? Не секрет, что для таких структур, как технопарки и прочие, выходит готовый уже фактически оформленный бизнес. Ну да. В этом направлении, ваше мнение, что еще можно предпринять, чтобы быть в русле? Вообще развить IT-отрасль в республике. А IT-отрасль как предпринимательство в частности? Да, ну, вообще вот возьмем историю, да. Все наши предки, чтобы прокормить свою семью, занимались земледелием, да. Это в общей истории мира, да. Потом в 1700-х годах появилась индустриализация, то есть появились заводы, да. А потом эффективность повысилась вот в конце 20-го века. Это инициаторы Билл Гейтс, да, выпустили Windows, и он в выпущенном 95-м книге, да, отметил прирост от индустриализации на IT, да, если вот переходить, как развитие, да. И там была цифра, насколько это эффективно, переход от индустриализации на IT. И там цифра 10 тысяч раз. Наше общество, оно как бы с фермерства, да, с земледелия сразу вот скочит на IT. То есть она даже выпускает из-за индустриализации. Понимаете, у нас вот за 20 километров, да, за городом, да, 30 километров поедем, там уже земледелие начинается, да. Там люди живут как в 18-м, как в 19-м веку, да. И вот как приближаемся в Якутске, да, в Якутске, а тут такой интеллектуальный бум идет. И как бизнес, да, IT, как бизнес, как площадка, город Якутск, да, она показывает очень хорошие результаты. Да, потому что есть у нас успешные стартапы, да, успешные стартапы, которые вошли в топ-100 в App Store, в Play Market, которые продают идеи, интеллектуальные идеи. То есть условия, да, для успешного старта IT технопарк дает. Ну и задел, собственно, у региона тоже есть в этом направлении, чтобы, ну, другим, скажем так, показать пример, показать, как можно обращаться именно с именно конкретно с педагогими технологиями. Мы опять после рекламы вернемся уже к общественным, к внутренним проблемам. Ну, руководители партии, готовьтесь. И три момента остаются, которые хотелось бы в сегодняшнем разговоре коснуться, которые были в русле минувшего послания президента нашей страны. Это консолидация общества, вовлечение общества в благотворительную деятельность и, конечно же, борьба с коррупцией, как неискоренимым ли явным злом, который мешает развитию всей нашей страны. Но вот консолидация общества, вот духовная скрепа, матушка, все-таки давайте с вас начнем, хотелось бы вас послушать. Московского человека. В данном случае не столько московского, сколько человека, имеющего непосредственное отношение к одной из главных, вот этих, так сказать, скреп, собственно, духовной жизни, церковной и так далее. Напрямую Владимир Владимирович в своем послании не касался темы церкви, но он касался темы общества и единства общества, очень много касался. И в этом смысле мне очень понравилось, как перекликалось его послание с выступлением Егора Афанасьевича, в котором он уже как раз прямо цитировал свой диалог со святейшим патриархом Кирилл, который состоялся в ТИКСе. Святейший патриарх Кирилл на его вопрос об управлении, о сохранении мира в обществе и так далее, дал как раз совет, ориентируясь на традиционные ценности и на духовно-нравственное состояние общества, поддерживая его, стремиться к созиданию единства в обществе. Владимир Владимирович очень много сказал о том, что следует задействовать благотворительные некоммерческие организации, которые занимаются волонтерством. Мне кажется, что это очень важный поворот к человеку, к личности и к человеку нравственному. Действительно, волонтерская деятельность – это деятельность бескорыстная, в первую очередь. Это у человека должна быть личная потребность делать добро. И вот когда таких людей становится достаточно много, тогда можно сказать, что общество духовно и нравственно здорово. Здесь встает такой вопрос наличия таких некоммерческих организаций, занимающихся волонтерством именно. Это признак того, что что-то не в порядке, что-то нуждается в исправлении? Я бы не сказала так. Даже если все будет хорошо, даже если дома престарелых будут обеспечены самыми лучшими технологиями, самыми лучшими специалистами, даже если у нас будут самые лучшие врачи во всех больницах, все равно будет нужда общения с людьми. Вот сравнительно недавно в Якутск приезжал руководитель одного из волонтерских движений московских и как раз на эту тему разговаривал, что есть вещи, которые невозможно, просто невозможно сделать на уровне государства. Это может быть только посыл нравственный от человека. Кстати, государство очень часто делегирует свои некоторые функции именно конкретно к социально ориентированным НКО. В последнее время я замечаю эту тенденцию все больше и больше. Ну а как быть с политическими, скажем, которые... У них вроде бы априори прописано то, что они должны быть по разной стороны баррикады. Ко мне, да? Ну к вам, да. Добрый вечер, уважаемые телезрители. По части консолидации. 1 сентября 2016 года мы слышали послание, но тем не менее в этот же день нам в подарок к этому посланию повысили так называемый проезд на автобусы. Вот я говорю, а как добраться-то до этого послания, вот вопрос, да? Второй вопрос. Сегодня, 5 декабря... Автобус такой не звучал. 5 декабря 2016 года. Сегодня отключили питание на электроэнергию в одном из центральных районов Мегано-Кангалайского района, село Беке. Перерабатывающий предприятие кисломолочной продукции. 31 поселок, село. В этом Мегано-Кангалайском районе. Как вот быть, да? 4 декабря 2015 года в своем послании Владимир Путин как раз-таки сделал посыл на создание именно местного продукции. А вот мы, видите, в конце года сделали вот такой подарок. Республика Сахая-Кутья, я хочу сказать одно. Мы действительно выполнили послание 2015 года, которое было 4 декабря 2015 года. Мы приняли закон о развитии сельского хозяйства Республики Сахая-Кутья. В действительности, если смотреться бюджет Республики Сахая-Кутья, да, действительно, финансовая сторона очень хорошо предусмотрена. Вопросов нет на 2017 год. Что касаемо федерального бюджета 2017 года. Как был 1%, так и остался по ценам. Вот на федеральном уровне. Поэтому тут в 2016 году... Петер Иванович тактично очень ушел от вопроса по консолидатству общества и вернулся к экономическим аспектам послания. В 2016 году, а потому что мы каждый день ходим в магазины. Я всегда, например, примериваюсь к ценным магазинам, потому что мы все с вами ходим в магазины. Послания посланиями, да. Но, тем не менее, когда мы приходим в АЗС, приезжаем в АЗС, мы смотрим, чем в прошлом году на уже 6 рублей поднят цена на бензин. Сегодня уже 50 рублей бензин. Поэтому, как бы, говорим мы о тарификации. Вот говорил Павлович, не даст соврать. Мы все говорили, я как экс-кандидат депутата Государственной Думы, мы все партии говорили о снижении тарифов. Сегодня что? На 5 рублей подняли тариф на автобус. Вот она. Вот она, вот она, вот она. Как добраться до этого послания? Вопрос, вот вопрос. Галерий Павлович, давайте про консолидацию партии. Нам и про коррупцию. Сразу можно это объединить. Тут не важно, какой человек к какой партии относится. Главное, чтобы мы все вместе работали на благо нашей республики, на благо нашей Родины. Ну вот, и сегодня, чтобы избежать коррупцию и чтобы объединить все партии, надо, чтобы у власти, в правительстве, в министерствах присутствовали представители разных партий. Чтобы не было большинства, как мы называем нашу партию власти, да, то есть говорим о единой России. Если ее будет очень много во власти, то некому будет следить за ними. Мы видим, что сегодня коррупция развивается и развивается все больше и больше, ловится все больше и больше, а сколько еще остается не поймано. Поэтому сегодня ЛДПР, КПРФ, справедливая Россия, пусть даже это будут не парламентские партии, они должны, их представители, быть во всех структурах. Мы же сегодня разговаривали с моим коллегой перед нашим сегодняшним разговором в перерыве, что сколько прошло человек в Государственную Думу от единого фронта, да, общенародного фронта. Он сказал 70. А что, и как бы все единородцы нет вроде. Если мы сейчас подойдем к тому, что все-таки представители у власти будут от разных партий, и будет большой толк. И, конечно же, самое главное, чтобы не больше пяти лет, не больше двух сроков, да, когда человек засиживается. Мы сегодня увидели, что происходит в Кемеровской области, да, вроде бы Тулеев, там, вот, серьезный мужчина, там, больше четверти века у власти, да, там, относит, не знаю, какой он себя в партии. Да, что там у него творилось-то на самом деле, да, у него под носом. Поэтому тут человек, который нам, ЛДПР, не дает зайти туда, вообще в Кемеровскую область, всеми правдами и неправдами, а там, оказывается, такое страшное дело происходит. Я два слова добавлю. Вот, что касается вот все перечисленное, да, школы нужны, детские сады нужны, экология, промышленность. Все это требует огромных денег, финансовых средств. Так вот, Владимир Владимирович сказал, что больше должна возрастать роль общества в контроле, и в том числе, и финансовых средств, и эффективность их использования, не ради освоения, а ради получения конкретного результата. Вот этим Народный фронт и будет в этом году обязательно заниматься. Ну, это как часть борьбы с коррупцией тоже, да? Конечно. Будем наставить на персональной ответственности за экономические проекты, чтобы они у нас не уходили, как в песок в воду. Это наши народные деньги, понимаете? Валерий Алексеевич, но при этом очень яркой частью выступления президента прозвучало то, что давайте оставим борьбу с коррупцией компетентным людям. Давайте не превращать это в шоу. Мы не должны подменять, я всегда везде говорю, подменять следственные органы, суды, когда к нам приходят и жалуются на суд, что суд неправ, решил не так и всяк, мол, там, я говорю, суд это высшая инстанция, и мы все должны жить по закону. Поэтому подменять следственные органы или суд мы ни в коем случае. Но мы обращать внимание должны на те недостатки, которые мы обнаруживаем. Именно компетентные органы. В том числе, вот с прокурором вчера очень хороший разговор был, и мы нашли общий язык и понимание, что мы будем вместе работать. Это теперь также с ФАСом хорошие у нас наладились, результаты есть. Поэтому дальше, вот это закон 600-й, ветхоаварийное жилье. У нас уже понятие такое, вы знаете, мы слышали, новое аварийное жилье. Вот, у нас есть такое еще понятие появилось сейчас, полуфабрикаты, когда сдают общественные центры, здания или клубы, спортивные комплексы, а они не работают, требуют сразу же ремонт и так далее. Вот это все как раз эффективность использования наших средств. Мы сколько угодно можем говорить. Это рядом с коррупцией. А вот следственные органы должны доказать, есть там коррупция или нет. Это все-таки неправильное построение банковской системы. Например, вылаживаешь денежки кредитом на 16-17 счета. Если до 10-11% упало, это уже хорошо. Просто, чем бы банкротились вот эти перерабатывающие предприятия наши, да, все хозяйственные? Потому что ведь корова-то через сколько лет дает там молоко? Вот считывается, с этого должно начинаться. Вот в чем дело. Поэтому это в действительности реалии нашей жизни. Вот в чем дело. А когда уже человек через месяц должен платить кредит возврат, да, уже он теленок всего-навсего. Ну, как он вернет-то вот кредит? Я вот вопрос все равно вот этим задаю. Я все-таки, подводя итоги нашего сегодняшнего разговора, порадуюсь за то, что руководитель страны обращается к реалиям, обращается к людям, обращается к справедливости, да, в своем послании. И хотелось бы, чтобы вот эти постулаты, вот эти догмы, они оставались нашим руководящей нитью и вот весь следующий год, да и не только. Увидимся.